Друзья, рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Сегодня сделаем очень короткое видео, очень короткое видосе. Хочу вам рассказать о том, как же закаляться летом. Как это делать правильно, если вы не знаете, то я уже моржую больше пяти лет. За это время я один раз его заболел. У меня не было ни насморков, ни температуры, ни каких-то серьезных осложнений со здоровьем. Максимум чихание какое-то. То есть, если какая-то простуда, она была максимально легкой и это было вообще без температуры. То есть, это очень быстрое выздоровление за больше, чем пять лет уже. Смотрите, как же закаляться летом. Моржую я в основном зимой, конечно, когда лед, когда вода очень холодная, когда температура воды приближена к нулю. И, конечно, хочется закаляться и в более теплое время от года. Но как же это делать летом? Если, допустим, я живу в шароте, где нет холодных водоемов, где нет каких-то источников, где можно пойти и резко охладиться. Вы должны понимать, что закаливание возможно только когда у вас идет шоковое охлаждение организма. То есть, когда вы резко охладили организм до очень низкой температуры, да, когда вы резко погрузились в воду. Например, прорубь. Это короткий промежуток времени. Это до минуты, не больше минуты. Вы резко охладились, резко вышли, согрелись и пошли по своим делам. То есть, это не прыжок после бани в ледяную воду. Это не супер какое-то нагревание себя и потом резкое охлаждение. Не такой контраст. Это нормальная температура тела, после которой вы резко ее охладили. Резко охладили. Не супер нагретой температуры. То есть, я не сторонник после бани забежать в снег. Это я вам не рекомендую. Можете спорить со мной, как хотите. Я считаю, так делать не нужно, потому что это излишний контраст. И это может привести, если, например, вы еще с головой ныряете, то это может привести к проблемам с сосудами головного мозга. Я достаточно сильно в этом вопросе разобрался, чтобы делать такие заключения. И мое мнение обосновано наукой. И мнениями некоторых врачей на эту тему. Но в то же самое время есть врачи, которые закаляются всегда, например, с головой. Всегда льют себе холодное на голову. Или же с прорубь они окунаются с головой. Но я никогда не окунаюсь с головой во время зимних моржеваний, когда я купаюсь в воде. Я купался и при минус 6, и при минус 7, где-то вот самая нижняя, по-моему, граница, это минус 7 было. То есть, это не так уж холодно, ну, как для моржей считается. Но для обычного человека довольно холодно. И когда ты это делаешь систематически, ты к этому втягиваешься, к этому привыкаешь. И это реально, это 100% работает. Это очень крутая вещь. Вы чувствуете энергию уже буквально на следующий день, она просто из вас. Вы чувствуете наполнение энергии своего организма. И об этом у меня есть отдельное видео на канале. Два вида я записал, как это правильно делать зимой. Но сегодня мы говорим о летних закаливаниях. Как же закаляться летом? Если у вас нет доступа к холодной воде, к ледяной воде, а не к холодной воде, то никак. К сожалению, никак. Можете себя не мучить, стоя под холодной водой летом, у себя там в душе. Потому что проведите эксперимент. Просто возьмите свою холодную воду, так называемую холодную воду, которую вы считаете холодной, и замерите ее температуру. Если она выше 5-10 градусов, у меня вода холодная в кране, я сегодня замерил, она больше 15 градусов у меня вообще. То есть да, она холодная, потому что на улице жарко, и мне кажется, что она холодная. Когда я начинаю трогать такую воду, мне она кажется холодной. Но для организма это не будет шоковое охлаждение. То есть если я стану под такой водой, максимально холодной водой в кране, и буду душем поливаться, то скорее всего это будет какое-то точечное попадание просто холодной воды, не будет шока, не будет такого шокового охлаждения, не будет этих шоковых гормонов, которые выделяются, гормоны, которые выделяются над почечниками, и не будет этого выздоровительного эффекта от такой воды. Это не шоковое охлаждение, это просто холодная вода. И если нет шока, нет закаливания, нет этого выздоровления, это в принципе нормально. То есть вы можете заниматься этим. Вы можете, например, вылить на себя ведро воды, вот такой холодной воды, вылить ее такой воды, можете лить себе прямо на голову. Ничего с вами не случится. Прямо на голову летом. То есть, если вы сильно хотите все-таки это делать, берете воды, ведро в ванной, например, залезаете в ванну, набираете ведро холодной воды и льете ее себе на голову. Одно ведро достаточно. Делать это нужно утром. Я все-таки советую не натощак. Все-таки хотя бы через полтора-два часа после еды, как и зимнее закаливание, так и такие тоже делайте лучше не натощак. После того, как вы залили себе ведро головы, значит, делаем это не натощак. Ведро воды на голову и все, выходим. Не надо еще одно ведро, потому что пока вы будете набирать следующее ведро, это уже будет длительная пауза. Не нужно этого делать. Одно ведро воды на голову, все, достаточно. Но вы должны понимать, что это не то закаливание, это не то шоковое охлаждение, которое должно быть на самом деле. Поэтому, к сожалению, я практически этого не делаю. У меня в моих краях не найти холодную воду. Вот нет ее. Вот я живу в Киеве. Крайне она не холодная вода. В речках она не холодная вода. Для меня это вообще не холодная вода. И мне не будет шокового охлаждения от такой воды. Я не люблю делать, как вы уже поняли, наверное, контрастные души. Я в них не верю. Их очень часто рекомендую для того, чтобы тренировать сосуды, нагревать их, охлаждать, нагревать их, охлаждать. То есть вот смысл такой, да, контрастных душ. Вы учите сосуды расширяться, сужаться, расширяться, сужаться. Лучше этому вы научите, если вы будете просто обливаться холодной водой. Таким образом, ваша последняя процедура всегда должна быть холодной водой на голову. Вы можете сделать так два раза. Хорошо, сделайте два раза. Вы просто зашли в ванну. Не надо нагреваться перед этим. Просто заходите в ванну. Там на корточке или как-нибудь, как вам удобно. Смотря какая ванна у вас или душ у вас может быть хорошая, душевая. Это вообще будет удобнее сделать. Ведро воды или тазик воды и на голову. Если у вас есть два тазика, было бы идеально, чтобы сразу бы раз, один раз, второй раз, быстро. То есть все должно быть резко. Вот этого шокового, такого охлаждения, это не совсем шоковое. Это будет достаточно, чтобы научить ваши сосуды расширяться, сужаться. Это вот эта польза и будет. Теперь смотрите, давайте подробнее посмотрим, что происходит в момент душа. Когда вы льете на себя горячую воду, вы льете на себя точечно. Душ не попадает сразу на все тело. Это не глобальное воздействие на организм. Из-за этого вы точечно его нагреваете. В то место, куда вы не льете сейчас, допустим. Вот в бане это лучше, как бы нагрев происходит. В бане вы нагреваете все тело. Но я считаю, вот эти контрасты не нужны. Это слишком сильные контрасты. В ванной вы нагреваете свое тело точечно. А потом пытаетесь его также точечно охладить. То есть вы душем льете разные точки своего тела. Вы не льете сразу на все тело. И местами оно сильнее охлаждается. Местами оно не сильно охлаждается. То есть вы так, ну не знаю, вы так можете какой-то нерв себе застудить просто-напросто. Организм не любит, когда у него где-то часть тела, например, нагретое, а часть тела охлажденное. То есть организм не любит, например, когда вы сядете зимой на холодный какой-то сквозняк. Например, кондер, например, вот работает, кондиционер. Кондиционер работает, и, например, у вас на пол тела попадает холодный воздух с кондиционера, а пол тела не охлаждается так. Это, скорее всего, приведет к какой-то болячке, к заболеванию. Это не полезно, абсолютно не полезно. Что-то похожее происходит, когда вы делаете вот эти контрастные души. Возможно, вот на этой радости, что вы делаете контрастные души, вы воодушевляетесь, чувствуете себя лучше. Но я хочу сказать, что вы реально можете после такого контрастного душа какой-то насморок восхватить. Ну вот, пусть будет это моим мнением, можете с ним соглашаться, можете нет. Мои рекомендации, которые я проверил на себе, это просто зашли в ванну, налили себе на голову холодной воды. Это будет полезно, но это не будет супер закаливание. Все, что я, основной месседж, который я вам хочу донести по поводу летних закаливаний. К сожалению, придется ждать более холодного времени. Мы живем не в таких краях, где постоянно холодно, понимаете? И из-за этого сложно найти реально... Если у вас есть где-то ледяной источник воды, вот бывают такие, да, допустим, какие-то родники бьют, и там прям очень холодная вода. Я говорю о температуре 5 градусов. Ниже 5, 3 градуса, ну 7 градусов хорошо, 5-7 градусов. А лучше приближенно к нулю. То есть, когда моржи, когда вот я, допустим, зиму я купаюсь, вода примерно всегда около нуля. Какой бы там лед ни стоял, вода примерно 0, 1 градус, 2 градус, 3 градуса. То есть, она около температуры замерзания. Она не замерзает, она всегда около. Вот это идеальная температура, чтобы закаливаться. А летом найти такую температуру в кране или невозможно, или очень сложно. Если у вас есть такой доступ к такому источнику холодной воды, закаляйтесь летом, так как я вам посоветовал. Я 100% уверен в том, что я говорю, вы себе не навредите. Ничего с вами не будет, ни насморка, ничего не будет каких-то побочек. Просто берете и льете себе, если летом, то лейте себе эту воду на голову. Если это ледяная вода, реально, если вы где-то нашли летом, нашли такую воду, что она приближенно к 5 градусам, реально, то есть ледяная вода, то лучше лить ее себе не на голову, а куда-то вот на заднюю часть. А в идеале, чтобы вы могли туда окунуться. То есть, просто окунуться, например, по голове, по шее, да? Раза два, три. Вот это и будет самое лучшее закаливание. Все. Как обещал, ребятки, коротенькое видео, как закаляться летом. Теперь вы знаете, что нужно для этого делать. Удачи, берегите себя, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.